Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Сегодня в программе Праздничный концерт ко дню освобождения Смоленщины Открытие нового арт-объекта в Десногорске Коронавирус ещё не отступил, и сейчас мы открываем этот объект, а врачи, медсёстры выполняют свой долг профессиональный Баскетбольный турнир, посвящённый 75-летию атомной промышленности 77-ю годовщину освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков отметили в Десногорске Свою концертную программу под названием «Родное сердцу Смоленская земля» Поготовили коллективы Центра культуры и молодёжной политики города На Кавказе вместе с нами будут и в Ростове, и в Ростове Глаз от весны в вашей лёд, всегда песенки поёт Музыкальные поздравления прозвучали на городской летней эстраде Участники адресовали своё творчество в первую очередь ветеранам, проживающим в Десногорске и области Тем, кто видел и прошёл войну, ведь именно они остаются главными героями Великой Победы Частью мероприятия стало награждение участников конкурса, который провёл Десногорский историко-краеведческий музей 19 сентября отмечается День фронтовой собаки И у горожан была возможность заявить своего питомца на участие в фотоконкурсе «Верный друг» Участники и победители были награждены дипломами и подарками Друзья, ну поздравляем вас с большим праздником Это праздник, конечно, человеческого труда, человеческого подвига Но и праздник, и подвиг мы дали вот таким вот фотоконкурсом Посмотрите, какие у нас хорошие и верные друзья Праздничная программа закончилась с наступлением вечера эффектным файер-шоу Атака коронавируса, помимо прочего, стала и катализатором творчества по всему миру 25 сентября арт-объект под названием «Спасибо врачам» появился и в городе Атомщиков в Десногорске Уличное граффити посвящено медицинским работникам Которые были и остаются на передовой борьбы с COVID-19 Коронавирус еще не вступил и сейчас мы вот открываем этот объект А врачи, медсестры выполняют свой долг профессиональный Идея такой благодарности медикам принадлежит Смоленск Атомэнергоремонту А за качественное художественное исполнение отвечал городской центр культуры и молодежной политики В результате трансформаторная подстанция первого микрорайона изменилась до неузнаваемости Перед краской стена грунтовалась, потом наносился карандашом рисунок Масштабная сетка переносилась с эскиза рисунок на стену И красками дальше пошла роспись На воплощение проекта у авторов Ксении Кругловой и Марины Патовой шел месяц Девушкам пришлось трудиться в не самых простых условиях Трансформаторная подстанция около 4 метров в высоту При работе над этой картиной мы использовали краски акриловые Которые применяются для наружных работ То есть они не портятся от дождя, солнца, снега, мороза Таким образом, новая достопримечательность Десногорска обещает быть долговечной И напоминать горожанам о самоотверженности людей в белых халатах 26 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел баскетбольный турнир Посвященный 75-летию атомной промышленности В соревнованиях приняли участие 4 команды юношей от 2006 года рождения Из Десногорска, Рославля и две команды из Смоленска Десногорская «Динамо Росатом» добилась уверенных побед над командами соперников И стала победителем турнира Лучший игрок Иван Косинков МВП Никита Масальцев Участниками турнира стали и девушки Представительницы «Динамо Росатом» уверенно обыграли за Днепровье и Смоленска Лучшей в составе Десногорской команды стала Дарья Дровкова В конце выпуска о погоде 29 сентября в Десногорске переменная облачность Днем плюс 16, ночью до 7 тепла На сегодня выпуск завершен Оставайтесь с компанией Десна ТВ Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин